Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить все лайки. И также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где каждый день мы обозреваем большое количество аналитического контента, новостей, каких-то фундаментальных отчетов по активам рынка Форекс, фондовым инструментам. Все для того, чтобы у вас было больше информационных вводных для разнообразия, скажем так, вашей торговой активности. Друзья, мы всегда приветствуем фидбэк, обратную связь, каждый пост можно комментировать, поэтому не стесняйтесь. Можете делиться вашей точкой зрения, писать, что так, что не так, возможно, что-то добавить, что-то стоит дополнительно разобрать, какую-то рубрику сделать, почему бы нет. Вы все можете поучаствовать в формировании того контента, который в итоге готовится, если есть, безусловно, желание. Ну что ж, последний день этой недели. Выходные, безусловно, это возможность, которая останется торговать криптой, пользуйтесь ей, друзья. Тем более, что рынок криптовалют, учитывая динамику последних дней, может порадовать ловцов за волатильностью, потому что движения очень серьезные, если говорить про процентный эквивалент, и скучать точно не придется. В отношении рынка криптовалют я уже озвучил свою точку зрения, я пока что не верю в какой-то рост. Я не вижу вообще ни одной фундаментальной предпосудки для этого восстановительного движения, потому что привык вот уже несколько месяцев ассоциировать движение рынка биткоина, эфира, каких-то альткоинов с тем, что происходит на американском фондовом рынке. А в рост американского фондового рынка я не верю. Даже если опустить события в Восточной Европе, я, как вы помните, давал рекомендацию шортить индексы, потому что впереди то самое решение американского регулятора по росту процентной ставки, которое будет деструктивно, опять же, для основных секторов, особенно технологического сектора США. И, по моему скромному, субъективному мнению, должно было спровоцировать как раз начало развития медвежьей динамики. Ну, события в Восточной Европе стали как бы более быстрым бустом для этой нисходящей динамики, но в то же время они не отменяют влияние негативное, которое может оказать тренд и последующий цикл повышения процентных ставок США. Поэтому касательно индекса S&P, который сейчас котируется на отменке 4256 пунктов, на мой взгляд, это уровни, да, это не такие значения, которые были буквально месяц назад, но все-таки, на мой взгляд, еще раз повторюсь, друзья, индекс S&P может оказаться ниже и вполне преодолеть поддержку 4000 пунктов. В этой связи, ожидая коррекцию американского фондового рынка, еще в потенциале 50% полагают, что по биткоину мы с большой долей вероятности увидим как раз ту самую обозначенную планку в 30 тысяч, на которую я рекомендовал вам смотреть. Сейчас, кстати, котировки 38500 на 40. По остальным активам можно коснуться золота, которая резко просела с максимума в достигнутых в рамках торговой сессии и, по сути, за считанные часы под закрытие вчерашнего дня потеряла около 100 долларов. Сейчас золото котируется на отметке 1914 долларов. Я вчера, друзья, озвучивал вам сценарий, что высокая вероятность коррекционного отката, потому что рынок золота очень высокомкно забрался. Надеюсь, что многие из вас прислушались к моей рекомендации и все-таки зафиксировали профит на довольно высоких значениях, потому что мы приближались в момент моего вчерашнего брифинга почти к планке 1950 долларов за тройскую функцию. Как действовать дальше? Честно говоря, фундаментальный фонд, как и вчера, в принципе, располагает к тому, чтобы золото росло. Но для меня очень большое значение имеет именно рыночное позиционирование. То есть я принимаю решение об открытии сделок не только на основании фундаментального фона, но и на основании психологии действий большинства и меньшинства. Очень часто делаю отсылку на индекс рыночных настроений, друзья. И так вот, сейчас я не так уж и уверен, что золото может очень быстро вернуться к планке 1950 и, возможно, даже выше. Потому что текущая расстановка сил показывает, что позиции покупателей и продавцов практически равны. И пока вот сохраняется вот этот нейтралитет и не будет перепозиционирования в сторону тех или других, я предпочту все-таки воздержаться от открытия новых позиций. Тем более, что есть инструменты, которые сейчас остаются в предсказуемом тренде, и я продолжаю с ними работать. Один из этих инструментов – нефть, бренд 9764. Мы, по сути, сделали нашу цель в районе 100 долларов за баррель на этой планке. Произошло это впервые с 2014 года, когда бренд коснулся такой юбилейной круглой отметки. И причина, фактор, в принципе, который я озвучивал, это опасение за дефицит приложения, нехватку сырья на фоне растущего спроса, который действительно растет очень высокими темпами по мере снятия ковидных ограничений. Вот, например, в Англии вчера полностью были отменены все действовавшие на протяжении многих месяцев ковидные ограничения. То есть сейчас страна может вернуться к нормальной жизни. Сейчас граждане Великобритании могут беспрепятственно посещать общественные мероприятия, собираться компаниями сколько угодно человек. Им не нужно предъявлять паспорта о сертификатах вакцинации. Отменяются запреты, которые ограничения, или, скажем так, лучше рекомендации, которые действовали в отношении работников на удаленке. Масочный режим. То есть, по сути, все ковидные меры, которые были, еще актуальны для Великобритании, уже не действуют. И по такой же, в принципе, по такому же сценарию будут действовать дальше и многие регионы, потому что, слава богу, каких-то новых штаммов ковида выявлено не было за последнее время. Поэтому возвращение экономики к нормальному экономическому порядку, сейчас, может быть, это несколько громко сказано из-за событий в Восточной Европе, которые характеризуют как фактор, способны оказать дестабилизирующее воздействие вообще на мировую финансовую систему. Но давайте не будем сейчас о плохом, военный конфликт. Он обычно характеризуется тем, что быстро возникает и быстро сходит на нет. Я на это очень сильно рассчитываю. Поэтому, возвращаясь, собственно, к рынку нефти, именно перекос между спросом и предложением, все-таки в сторону более высокого спроса, сейчас лично меня удерживает в длинных позициях. Индекс доллара 96.84, блок статистики, который вышел вчера, первичные заявки на пособие по безработице, годовые данные по ОВП, индекс расходов, наличное потребление. Хорошая цифра, сейчас не будем непосредственно по статданам. Если интересно, можете посмотреть экономический календарь, насколько выросли по сравнению с прошлыми периодами. Бостик, Дейли, Уоллер, голосующий член американского регулятора, снова напомнили тем, кто, может быть, забыл, что уже через две недели ФРС может поднять ставку на 50 байсных пунктов. Поэтому, друзья, индекс доллара продолжает расти и будет дальше расти. Американская валюта будет крепчать, потому что другого быть сейчас не может. Хороший фундамент, защитные свойства и перспектива ужесточения монетарной политики. Европейская валюта, я по-прежнему держу все-таки лонг, поскольку ожидаю, что по мере утраты индексом доллара до заседания американского регулятора импульса к восстановлению, на передовую как раз может выйти европейская валюта и потеснить доллар. Тем более, что этому могут также поспособствовать данные по инфляции, которые вышли несколько дней назад в еврозоне. Инфляция коснулась новых многолетних максимумов 5,1%. И, конечно же, это сигнал, что на мартовском заседании Европейский Центральный Банк также будет рассматривать возможность повышения процентной ставки. Друзья, на этом, собственно, все. Спасибо всем за внимание. Хорошего вам закрытия недели. До скорых встреч. Увидимся в понедельник. Будет брифинг, также и вебинар. Всем пока.